Как выбрать подрядчика для SEO-продвижения сайта? Посмотрите этот видеоролик и вы узнаете о различных SEO-исполнителях, какие схемы оплаты на рынке SEO существуют, их плюсы и минусы, а также о том, с кем нельзя заключать договор ни в коем случае. Что лучше – SEO-компания, фрилансер или специалист в штате? Фрилансер. Плюсы – дешево. Минусы. Сегодня плюнь в окно, попадешь в SEO-шника. Каждый студент, прочитавший пару книг, называет себя SEO-специалистом и идет на фриланс зарабатывать деньги. Обычно это приводит к плачевным последствиям для клиентских сайтов. Как следствие наложения фильтров на сайт от поисковых систем и испорченные нервы. Частое явление, когда фрилансер пропадает на длительное время без предупреждения из сети, не берет трубку телефона. Велик риск нанесения вреда сайту со стороны исполнителя. С фрилансерами, как правило, не заключается договор, и никто их не видит лично. Вы общаетесь с ними по почте или, в лучшем случае, по скайпу. Поэтому доверять фрилансеру доступы от сайта – очень рискованное дело. В основном из-за таких горе-SEO-шников и сложилось в целом недоверие к самой услуге SEO, как таковой. Нужно обладать большой удачей, чтобы найти грамотного фрилансера в SEO. Специалист в штате Плюсы 8 часов в сутки вы сможете наблюдать, что он делает, а также загружать его различной работой, связанной с компьютером и сайтом. Минусы Хороший SEO-специалист стоит от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Новичок практически без опыта согласится работать у вас не менее чем за 50 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, вам потребуется оплачивать ежемесячно различный софт для его работы, написание текстов копирайтерам, а также работу программиста, дизайнера и отдельный бюджет потребуется на получение ссылок. В сумме все эти работы обойдутся вам не менее 80-90 тысяч рублей ежемесячно. А это уже бюджет профессиональной SEO-компании, с которой можно заключить договор и требовать результат по нему. Штатный сотрудник никаких гарантий дать вам не сможет. Также не забывайте про то, что он будет занимать место в вашем офисе, и за него придется платить налоги. Штатный специалист – самый проигрышный вариант, так как он будет вести только один ваш проект, и его кругозор в SEO будет ограниченным. SEO-компания Плюсы Опыт Гарантии по договору Целая команда профессионалов за те деньги, в которые обычно обходится содержание одного офисного сотрудника. Хорошая SEO-компания имеет большой опыт и экспертную аналитику, так как ведет параллельно массу проектов и может наблюдать те или иные изменения алгоритмов поисковых систем, оперативно реагируя на них и внося изменения на ваш сайт. Минусы Большая вероятность нарваться на компанию новичка. В данном случае бюджет вы будете платить средний по рынку, а качество услуг получать на уровне фрилансера. Велик соблазн поддаться на рекламу так называемых «лидеров рынка». Их легко можно определить по огромному штату компании и большому офису. Они вынуждены постоянно увеличивать средний чек за свои услуги, чтобы получать прибыль и наращивать клиентскую базу. То есть активно вкладываться в продажи и привлечение новых клиентов. К большому сожалению, многие из этих компаний работают по принципу конвейера и детально не вникают в сайт клиента, если его ежемесячный бюджет менее 150 тысяч рублей. В России несколько таких компаний, в которых работает более 300 человек. При этом количество SEO-специалистов и программистов в них не превышает 50 человек. Вы готовы оплачивать остальных 80% сотрудников этой компании, при условии, что над сайтом работает только 20% сотрудников данной компании, а остальные 80% — это продажники, юристы, бухгалтера и так далее? Отдельно хочется развеять некоторые мифы. Не так давно на рынке SEO появился так называемый перформанс-маркетинг. В большинстве случаев, к сожалению, это всего лишь красивое название. Некоторые SEO-компании на наших глазах под влиянием моды в один день переименовались в агентство перформанс-маркетинга, хотя в бизнес-процессах компании и подходу к клиенту абсолютно ничего не менялось. Меняется только название. Не поддавайтесь на красивое название, за которым стоит обычная SEO-компания. Кейсы по вашей тематике. Допустим, вы запросили КП в пяти компаниях по продвижению сайтов. Три из них не прислали успешные кейсы по вашей тематике, а две компании прислали. Вы, конечно же, в первую очередь обратите внимание на эти две компании, так как если они продвинули моего конкурента, то продвинут и меня. На самом деле, далеко не всегда бывает так. Во-первых, не факт, что ваш проект будет продвигать именно тот SEO-специалист, который успешно продвинул вашего конкурента. Вообще не факт, что он до сих пор работает в этой компании. Во-вторых, каждый сайт индивидуален, и если успешно продвинули вашего конкурента, не факт, что также продвинут и ваш сайт. Тут очень много нюансов. Начиная от возраста домена, известности компании на рынке, дизайна сайта, да и же месячного бюджета. Возможно, этот успешный кейс продвигали за 240 тысяч рублей в месяц на протяжении двух лет. А у вас, например, нет возможности оплачивать более 35 тысяч рублей в месяц. Оплата за результат. Поверьте, нет такого понятия на рынке SEO-продвижения. Да, возможно, вы будете платить за результат через несколько месяцев, но во всех компаниях предусмотрены обеспечительные взносы или оплата оптимизации сайта, которая длится несколько месяцев. SEO-компания не может себе позволить работать без предоплаты, тратя свои средства на редизайн сайта, получение ссылок и написание текстов для чужого сайта. Если вы найдете такую компанию-альтруиста, то рекомендуем внимательно изучить договор перед подписанием. Возможно, в нем не все так хорошо, как обещают. Схемы оплаты в SEO-продвижении А теперь давайте разберемся в схемах оплаты, которые можно увидеть на рынке SEO-услуг. Оплата за позиции. Эта схема стара как мир. Первые шесть месяцев клиент платит фиксированную абонентскую плату, а с седьмого месяца платит определенный фикс, менее абонентской платы, а также премию за те запросы, которые попали в топ-10. Из плюсов оплата идет за необходимые клиенту ключевые фразы. Из минусов подрядчик не заинтересован делать что-либо, кроме как выводить в топ-10 оговоренные фразы. А также стоит отметить, что не все фразы, находящиеся в топ-10, могут дать клиенту заявки и звонки. Вывод. По этой схеме оплаты можно работать при условии, что клиент как-то будет мотивировать подрядчика развивать сайт, а не только продвигать сайт по ключевым фразам. Также важно подобрать наиболее эффективный список ключевых фраз перед началом продвижения. Оплата за трафик. Это достаточно спорная и неоднозначная схема оплаты. Клиент тут, как и в схеме с позициями первые месяцы, платит фиксированную стоимость, а далее уже платит только за привлеченных посетителей на сайт. Либо фиксированную часть плюс отдельно оплачивает привлеченных посетителей на сайт. Данная схема упрощает работу подрядчику, так как можно нагнать на сайт много трафика по низкочастотным неконкурентным фразам и сделать это проще, чем продвинуть по-настоящему продающие высококонкурентные запросы в топ-10. Вопрос в том, насколько качественный трафик придется оплачивать клиенту ежемесячно. Часто бывает такое, что трафик есть, а продаж нет. Оплата за лиды. Заявки, действия. Это очень привлекательный, на первый взгляд, вид оплаты в SEO-продвижении. Однако на деле клиенту приходится оплатить первые несколько месяцев работы над сайтом. Тестовые запуски контекстной рекламы, чтобы понять среднюю стоимость привлечения клиента. Настройку системы коллтрекинга. А далее уже SEO-компания, если ей это будет выгодно, будет привлекать для клиента лиды. В 100% случаев эта схема обходится гораздо дороже, чем оплата за трафик или позиции. Итак, теперь вы знаете внутреннюю кухню рынка SEO-услуг. Подведем итоги. Наиболее оптимальным исполнителем по соотношению цена-качество является SEO-компания с формой оплаты за позиции или трафик. А теперь занавес открывается. Наша компания SEO-импульс внедрила абсолютно новый формат оплаты, который максимально удовлетворяет наших текущих клиентов, и мы уверены, что удовлетворит и вас. Мы единственная в России SEO-компания, которая гарантирует позиции в топ-10 и увеличение трафика на сайт. Наши конкуренты смогут вам предложить выбрать либо то, либо другое. Сумма платежа за услуги по SEO-продвижению не может быть никогда выше той, которая прописана в договоре. SEO-импульс несет финансовые гарантии за позиции вашего сайта в топ-10 и привлекаемый целевой трафик, который зафиксирован в договоре. Мы понимаем, что не все клиенты готовы ждать несколько месяцев для получения заявок с сайта. Поэтому мы дарим абсолютно бесплатно вам клиентов уже на пятый день работы с нами. Техническая поддержка предоставляется бесплатно в каждом из тарифов. Да, мы, в отличие от наших конкурентов, не будем с вас брать дополнительные деньги за доработку сайта. Мы предлагаем тарифы в пять раз выгоднее, чем у конкурентов. В среднем по рынку вам предложат продвинуть от 30 до 100 ключевых запросов за 35 тысяч рублей. Мы за этот же бюджет продвинем до 350 целевых запросов. В штате нашей компании менее 50 человек. И все они истинные профессионалы своего дела. Сотрудники финансово заинтересованы в результате каждого проекта. Поэтому вы можете быть полностью уверены, что обратившись в SEO Impulse, вы получите себе в команду одних из лучших специалистов России в области интернет-маркетинга. Звоните нам или оставьте заявку. Вы не разочаруетесь в своем выборе.